Хорошо, слава Богу! Господи, мы благодарим Тебя за это время, время наполнения, Господи, словом перед молитвенным собранием. Благодарим Тебя за слово и мысль пастора Владислава Иисуса, благословение это Иисус. Благодарим Тебя за общение в молитве, за это удивительное сокровенное время корпоративной молитвы, Господи, благословение удивительное, где мы отражаем мысли Твои в общении святых Иисуса. Слава Тебе! Превозносим Тебя! Благодарим Тебя! Благословение это также очередное занятие по ученичеству благодати. Слава Тебе, Христос! Во имя Твое молимся и просим. Аминь. Аминь. Еще раз добрый день. Мы начинаем с вами очередное занятие по ученичеству благодати. В качестве резюме я хочу ободрить вас, если вы не прослушали или те, кто будет слушать по Ютьюбу, занятие предыдущее, которое было по материалу пастора Мати, его личной жизни во Христе, его опыта миссии, его истории благословенных, индивидуальных, когда он индивидуально встречался с теми людьми, с которыми он затем продолжил эти миссии. И мы видим через эти удивительные истории очередные, как бы сказать, истории книги Деяний, Деяний Духа Святого. Удивительно! И это все оживляет нас и обновляет нас во внутреннем человеке. И это тема сегодняшнего занятия, главная тема, это обновление во внутреннем человеке, когда мы видим и переживаем тление нашего внешнего человека и спасаемся от страданий, так сказать, тления физического человека. Но мы посмотрим с вами на эти удивительные мысли. Кстати, это занятие было по мысли пастора Шалера. И давайте с вами начнем. Итак, в поступительной мысли хотелось бы отметить следующее, что мы, как верующие последователи Иисуса Христа, очень часто ориентированы, так сказать, на проекты или на видение. Это здорово, у нас есть видение, но не всегда все может происходить по тому, как мы запланировали. Скорее, часто происходит наоборот, но Господь совершает свои удивительные вещи. И мы также ориентированы на время. То есть, иногда, если мы запланировали на одно время, мы молимся об определенных людях, молимся о них, вкладываем в них, и иногда не происходит того, что мы ожидаем. И проходит время, Бог дает других людей, что-то идет, что-то завершается, и Господь совершает. И нам нужно продолжать именно в том, что мы воспринимаем от Бога и тем, что совершается Господом Иисусом Христом. И это 2 Карифином 4.16. Вот на что мы ориентированы с вами в хождении с Иисусом Христом. Потому что мы не унываем, но если внешний человек наш тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Итак, обновляется Anakainomai. То есть, это новое по качеству. Не новое по времени, а новое по качеству. Представьте, у вас есть дома компьютер, и каждый день, или что-то еще, какая-то техника, кофемашина, ваша любимая, или же, я не знаю, какой-то проигрыватель, какое-то устройство любимое, которое у вас есть. И представьте, вот каждый день вы словно снимаете с него вот эту пленку, которая, заводскую пленку, и она каждый день новая. Вот так происходит с нашим внутренним человеком, когда мы принимаем обеспечение Божье в виде Его Слова, которое происходит, конечно же, в теле Иисуса Христа, и также в жизни Иисуса Христа. Да, в нашем тленном теле у нас физически слабеет сердце, но у нас есть новое сердце, это сердце из Икиля 36-26. Наши органы могут слабеть, но наш внутренний человек обновляется каждый день. И это не имеет ничего общего с тем, что внутренний наш человек как-то может слабеть. Он может слабеть, как было сказано в мысли пастора Владислава перед молитвеном, когда мы отвлекаемся и уходим, так сказать, в леность, да, уходим в леность от духовной активности, которая заключена в первую очередь от восприятия Его Духовного Слова. Мы можем быть слабы в организме, но мы не слабеем духовно под Его обновлением. Мы можем уставать физически, это нормально, нам необходим сон, нам необходим отдых, но мы не устаем духовно. Итак, и как раз-таки, давайте скажем сначала следующее. Второе законе 34-7. Нет, перед этим, скажем, одну мысль добавим. Итак, когда я нахожусь под постоянным влиянием Словом Божьим, хлебом Божьего, обновлением моего внутреннего человека, это спасает от страдания, переживания, или сказать, от переживания, тления внешнего человека, от страдания, тления внешнего человека. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Когда мы обновляемся во внутреннем человеке, мы уже невзираем на то, что происходит с нашим тленным человеком. И это может происходить так, что мы даже можем не чувствовать, что что-то происходит с нашим организмом. Ну, давайте просмотрим несколько примеров. Раззаконие 34-7. Давайте сначала отнесемся к этому отрывку буквально. Итак, Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Итак, мы можем отнестись к этому отрывку буквально и воспринять так. Другой отрывок, который отчасти может говорить нам о другом. Итак, 2 Коринфянам 12-7, где сказано, что дано мне жало в плоть, это апостол Павел говорит, чтобы я не превозносился откровениям, которые были даны ему Богом. Итак, многие теологи склоняются к тому, что это было жало, так сказать, плохого зрения Павла. Итак, мы видим физически определенный недуг. Это произошло от того, что вы помните, в 9 главе Деяний он по дороге в Дамаск направлялся к тому, чтобы преследовать и гнать христиан. Но на пути его встретил Господь. В итоге, после этой истории, что произошло? Произошло следующее, что сначала он потерял зрение, затем был восстановлен. Вы помните, когда он пришел к Анании, да? Он пришел к Анании, он помолился за него, возложил руки и он был восстановлен. Комментаторы склоняются к тому, что последствия остались. Этот недуг остался. И о чем он молил трижды Господа Иисуса Христа? Убери от меня это жало воплоти. Но что ему Господь Иисус Христос ответил? Достаточно для тебя благодати моей. Достаточно в контексте нашей темы обновления внутреннего человека, можно сказать, достаточно для тебя этого удивительного, волшебного чуда, которое ты будешь переживать в момент, когда будешь принимать мое обеспечение Словом Божьим. Это такое же чудо, как мы с вами рассмотрели с определенными устройствами, которые раз и каждый день новые. Раз, и я снова будто снимаю пленку с моего старенького телефона, допустим, Nokia 3310, вы помните? Или еще какое-нибудь. И такое происходит с нашим организмом. Он обновляется, и мы уже не заботимся о том, что у нас спина болит, то болит, это болит. По мере нашего, так сказать, возрастания, физическом возрасте, эти вещи будут проявляться. Но мы смотрим с вами на Иисуса Христа. Еще один пример хочу привести. У вас когда, ну, конечно же, я думаю, был, вот допустим, у вас начинается кариес, да, и начинается зубная боль, которая начинает ныть. И, наверное, было у вас такое, что зуб болит, а потом вы чем-то занялись таким очень интересным, что-то привлекло вас, или вы заняты каким-то делом. И вот пока вы заняты каким-то делом, зуб, допустим, зуб перестает о себе знать. Ну, то есть он перестает, вы перестаете переживать боль зуба. Но как только наступает вечер, вы снова отдыхаете, и зуб начинает снова болеть. И это такой же пример, можно сказать, что когда мы заняты Иисусом Христом, когда мы заняты тем, что Иисус Христос обновляет нас Словом Божьим, мы перестаем думать не только о физических недугах, но и о тех вещах, которые могут окружать нас и приводить в состояние сомнения, страха, переживания. И поэтому нам ни в коем случае не нужно унывать, как мы прочитали в слове в этом стихе, во 2 Корифном 4.16. И это происходит тем, что мы словно открываем дверь Иисусу Христу. Открываем его, как сейчас. Открываем это, нажав кнопку, допустим, на зуб, да, и есть и общение в молитве, и слово пастора Владислава, и дальнейшие занятия. И мы не унываем, и хотим просто перешагнуть через это, и подключаться, да, и слышать. Далее, давайте скажем следующее. Давайте скажем вот что. У вас когда-нибудь случалось так, что вы, допустим, долго не кушаете определенные продукты, и ваш организм, эти определенные продукты содержат определенные питательные вещества. И вот, наконец, наступил сезон, когда их можно снова съесть, и вы переживаете это удивительное обновление. Организм сразу чувствует, что поступили те питательные вещества, которые были необходимы вашему организму. И наступает вот это обновление, да, обновление и подкрепление. Это говорит о том, что нам необходимо соблюдать постоянный режим отношения подкрепления, чтобы обновлялось наше тело. И также это обновление должно происходить под полным советом Божьим, да, под полным советом Божьим. И как это происходит? Это происходит тогда, когда я не перестаю пребывать в собрании святых под излиянием Слова Божьего, постоянно. И тогда я переживаю это удивительное обновление. Мы видим удивительные примеры этого обновления в нашей христианской жизни, в нашей церкви. Таких удивительных миссионеров, как пастор Владислав, пастор Шайли, пастор Шибели, пастор Матти. В своих годах они также крепкие и также переживают то, что мы с вами прочитали во второзаконии, во второзаконии 34.7, и готовы дальше внести это Слово Божье. Это все удивительные примеры, так сказать, 50-летнего хождения с Иисусом Христом, которые ободряют. Живые свидетельства о книге деяний Духа Святого. Слава Богу! И, напротив, этот мир привык смотреть на внешне. И он, можно сказать, избавляется, когда видит внешнюю усталость от определенных своих людей. Этот мир нестабилен. И мы спасаемся тем, что постоянно идем к Иисусу Христу. И спасаемся тем, что дает нам Иисус Христос в процессе этого обновления. Итак, здесь у нас будет четыре основные мысли в этой теме. Под чем именно происходит это обновление? И первое, это воздействие молитвы в обновлении. И хочу начать, так как мы проходим по материалу пастора Шайлера, хочу начать с его мысли о молитве. Как он, ну, в его жизни это очень сильно помогало ему. Когда он, допустим, выходил в одно место на определенный холм, когда был в Венгрии. И это давало ему картину всего того города, допустим, Бутапешта, где он находился. И это помогало ему молиться и мыслить как бы за каждого человека. Стремление, видение молиться за каждого человека, достичь каждого человека. И его хождением было в постоянности такое время молитвы. Вы можете не восходить на холм, но приходить к Богу именно с такой молитвой. Вы можете находиться дома, но молиться о тех людях, которые Бог дает. Вы можете молиться о том городе, в котором мы пребываем. Это Санкт-Петербург и Ленинградская область. И смотреть даже дальше. И это 5 миллионов и 2 миллиона. То есть, Санкт-Петербург это примерно 5 миллионов. Ленинградская область это примерно 2 миллиона. И молиться за всю Россию, за ближайшие страны. И как это происходит практически, давайте с вами рассмотрим. На примере хождения и следования за Господом Моисея. На примере следования Моисея. А давайте вспомним с вами совет Иофора. Вы помните, когда они уже были в пустыне. Это удивительно просто. Я не могу себе это представить. Как там говорится, что 600 тысяч только мужей. Вы можете себе это представить? 600 тысяч только мужей. Представьте, плюс сколько детей, и сколько жен, сестер, мам и так далее. Итого это как минимум 2, а то и 3 миллиона. Некоторые идеологи склоняются к 5 миллионам. Это просто невозможно человеку. И говорится там, что они, люди, стали приходить к Моисею за тем, чтобы он судил некоторые конфликты. Или, так сказать, примерял. Они приходили к нему с этими судами определенных конфликтов. И Иофор, его зять, увидев это, сказал... Тесть. А, тесть, да, извините. Тесть его пришел и сказал, неправильно ты делаешь, ты должен сделать следующее. У тебя должны быть помощники, чтобы помогали тебе в этих маленьких судах, а с большими и важными судами приходили к тебе. Так он и сделал, что он назначил тысячи начальников, 100 начальников, 50 начальников, на 600 тысяч только мужей. Вот представьте, разделите. И 2 или 5 миллионов человек. Это удивительно. Это возможно только Господу. Это даже трудно себе представить. И вы знаете, а ведь я подумал о следующем. Наша миссия, она ничем не отличается. В том смысле, что те цифры, которые мы назвали, 5 миллионов Санкт-Петербурга, 2 миллиона Ленинградской области. И идем еще дальше. А как это сделать? Это можно сделать по примеру действия, планирования, действия, совершения того, которое совершал Иисус Христос. И то, что мы видим, также сделал Моисей по совету своего тестя Иофора. Иисус Христос в большей своей степени посвящал время 12. Он обучал 12, которые потом и пошли по всем местам. Также мы видим эту модель и с Моисеем. И также и мы молимся, не смотрим на, как пастор Шагер вначале сказал, не ориентируемся на время, не ориентируемся на определенные проекты или видения. Мы ориентируемся прежде всего на то, что Господь укрепляет нас, укрепляет внутреннего человека под обновлением Слова Божьего и дает нам эти планирования вкладывать в учеников, в учениц, учеников Господа Иисуса Христа. 1 Тимофея 2 глава 1-2 стих. Итак, укрепляется Сын Мой в благодати Христом Иисусом. И что слышал от Меня при многих свидетелях, передай верным людям, которые были бы способны и других обучать. И прежде чем сказать это, Он говорит Ему следующее повеление следует. Прежде всего укрепляйся в благодати. 1 стих. Потому что такое совершение, такое действие с таким количеством или с тем населением, куда Господь может вас определить, невозможно по-человечески. Невозможно логическим умом человека. А возможно только по действию и совершению благодати Божьей, куда мы, где мы с вами укрепляемся. И где мы с вами укрепляемся? Обновлением ума. Обновлением внутреннего человека. И когда происходит это обновление, то наши мысли обновляются так же, как раз мы утром с вами встали, и наша, допустим, чашечка или кофемашина или телефон, он как новый. И такой же наш и организм. Как происходит это обновление, прежде всего? Это пением Господу Иисусу Христу, о чем было сказано перед молением. Мы не ленимся петь Господу Иисусу Христу. Пойте. Вы будете переживать это удивительное обновление. Пойте Ему все больше и больше. Читайте Писание все больше и больше, и вы будете переживать это удивительное обновление внутреннего вашего человека, что вы перестанете ориентироваться на ваши планы, на ваше время, а будете просто сосредоточены восприятием от Него, плану Его, пути Его, куда Он вас поведет под руководством своим через тело Иисуса Христа. И под руководством также пастора-учителя, о чем мы будем говорить далее. Далее. А вот. Это второй пункт. Это духовное руководство. 1 Коринфянам 4 глава 7 стих, где говорится о важности учения, что мы не можем дать больше того, чем мы бы посвятили время обучению. Вот почему это время важно. Вот почему мы не можем пренебрегать тому, чтобы предоставлять свой сосуд, предоставлять себя обучением. Мы никогда не сможем переобучиться. Потому что об этом говорится в Псалме 1. И об этом говорит также и пастор Шалю, что когда я обучаюсь и получаю, то я понимаю, что все, что я совершаю, я получаю, зависит от того, что я получил. И я понимаю, что это не я совершаю, как здесь говорится, и поэтому не могу хвалиться уже этим, когда осознаю это, а то, что это совершил Господь Иисус Христос удивительным образом. В недавнем слове пастор Шалю приводил также свидетельство одной из церквей в одной из местностей, где увидели удивительно это чудо, где пастор начал вести это видение, и затем и люди появились, и все появилось. И это происходит, конечно же, под обеспечением Господа Иисуса Христа. И вот поэтому мы не пренебрегаем благословением обучения, благословением блаженства, когда нам необходимо пребывать в законе Господа день и ночь. И не удаляем себя, не отрываем себя от этого учения. Далее, третье, это мысли веры. И давайте начнем со следующего. Итак, опять же вернемся к примеру Моисея. Ну, давайте скажем сначала следующее, о чем говорил пастор Шалю, что нам необходимо мыслить мыслями веры каждое утро, во-первых, потому что избавиться от мыслей и осуждения даже, возможно, предыдущего дня. Римлянам 8 глава 1 стих, Евреям 9 глава 14 стих, где я позволяю себя ему обновлять и полностью находиться, таким образом пребывать в чистой совести. Евреям 9 глава 14 стих. Он очищает нашу совесть от мертвых дел. Что такое мертвые дела в данном случае? Мертвые дела это дела осуждения, дела того, что я что-то не совершил, дела того, что я что-то упустил. Или же, допустим, может быть, то, что мне кажется, я кого-то обидел. Если так кажется, вы можете подойти и извиниться, но ни в коем случае не пребывать в этом мертвом деле осуждения. Представьте, давайте перейдем теперь к Моисею. Моисей 40 лет был в пустыне. А ему было 80 лет, когда Господь явился к нему, как в горящем огненном кусте, терновом кусте, который что? Горел и не сгорал. И что Моисей сказал? Пойду и посмотрю, что это такое. Вот так Господь Иисус Христос нас привлекает. Нам только нужно принять это решение. Пойду и посмотрю, что там происходит. Он влечет нас своим удивительным чудом. Далее он ему говорит, сними обувь твою с ног своих, ибо место, на котором ты стоишь, святое мышление. Не наше логическое мышление, которое иногда, не иногда, а наше мышление, светское мышление всегда будет давать преткновение. То есть не могут действовать одновременно святое мышление Господа Иисуса Христа и светское мышление Ветхого Адама. Это должно быть отделено. И поэтому Бог, Господь, говорит ему, сними обувь свою. Далее он ему говорит об этом удивительном призыве. Ты пойдешь, я услышал вопль о людей своих, и ты пойдешь, чтобы идти к фараону и вывести сынов Израилев. И он говорит ему, исход 3 глава 16 стих, кто я такой, чтобы идти к фараону и вывести сынов Израилев? Ответ Господа простой. Я буду с тобою. Первоначально. Это похоже на следующую картину. Вот я с тобой иду, а вот ты идешь, а рядом с тобой я невидимый. Я иду с тобою, не беспокойся, ты можешь быть таким маленьким, со всеми своими недостатками, которые ты думаешь, в которых ты мыслишь, но я и иду с тобою. Далее в 19 стихе он говорит, я знаю, что фараон не позволит вам выйти, но я принужу его и простру руку и поражу египтян этими чудесами. Вплоть до того, что вы пройдете черное море. То есть он совершит эти удивительные чудеса. И о некоторых мы с вами уже говорили. Все эти чудеса, которые совершил Господь для того, чтобы наконец вывести евреев и освободить их. И далее, выведя их через черное море, чудеса продолжились. Вернее, то, чтобы видеть его чудеса, на каждый день, дано, каждый день было следующее чудо. Это манна Господа Иисуса Христа. Чтобы постоянно обновляться во внутреннем человеке, несмотря на то, что они пребывают в пустыне. И понятно, пустынь, наш внешний человек не сможет там быть. То есть мы знаем, какие мы. Стоит только коснуться нас, мы тут же дадим о себе знать. О себе знать, да. То есть и поэтому естественный и ветхий Адам, он не может этого сделать. И мы знаем об этом. Вот почему Господь Иисус Христос дает нам обновление, обеспечение обновления во внутреннем человеке. Посредством, в данном случае, манны. Исход 16, глава 15 стих. Это нечто маленькое. И я подумал о следующей мысли, о которой также и говорил пастор Владислав перед молитвою. Он сказал, что из-за пренебрежения, или так сказать, ленности, очень часто манна Господа Иисуса Христа в виде книги, очень часто у людей пылится на полках. Понятно, у людей, верующих, она пылится из-за того, что не могут понять, что в ней написано до момента спасения. Иногда это может происходить и с верующими людьми, что она начинает большую часть проводить время на полке, нежели в употреблении. Но стоит нам только обратиться к ней. И мы переживаем это удивительное чудо, волшебное чудо, что в нашем сердце обратно же, несмотря на то, что я могу обращаться к стиху постоянно, в нашем сердце снова, о, какое это чудо! Что это? Что это такое? Удивительно! Далее, 16-15 стихи. Так, 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 так. Итак, чудеса обновлений каждого утра. Это Господь дает нам эти обновления. И чудо в том, что этого чуда никогда не станет мало. То есть, вы помните, эту манну они могли брать столько, сколько можно было взять, насколько им требовалось, сколько они могли съесть. Остальное все портилось. Правда, в субботу не портилось. Почему? Потому что в субботу у них был день вдохновения. И на воскресенье они могли также есть. Но я хочу с вами, хочу сказать на основании этом, что пища его, манны его, для того, чтобы мы спасались от тления внешнего человека, достаточно. Точно так же, как и благодати достаточно. Вот почему Бог сказал апостолу Павлу, несмотря на то, что он, возможно, переживал этот недорк, благодати моей достаточно. Благодати пищи, чтобы мы обновлялись во внутреннем человеке, достаточно. Господь не убавит ничего, а будет давать это каждое утро, чтобы это обновление или спасение обновления происходило каждое утро. И последняя мысль на сегодняшний день, на сегодняшнее занятие. Когда я обновляюсь этим обновлением посредством манны Божьей во внутреннем человеке, происходит то, что пастор Шалер назвал эту мысль, делаю то, что не хочу делать. Это не та мысль из Римлянам 7 главы. Не подумайте. Здесь как раз-таки обратный эффект. Там говорится о пребывании в Ветхом Адаме. Что когда я в Ветхом Адаме делаю то, что не хотел бы делать, находясь в Новом Адаме. Но когда я под обновлением Нового Адама, тогда я иду туда, куда бы мне не хотелось идти. Иоанна 21 глава. Помните, Петру сказал, что когда ты был молод, ты припоясывался сам и шел куда хотел. Когда возрослеешь, другой припояшь от тебя и пойдешь куда не хочешь. И давайте посмотрим на несколькие моменты, опять же на примере Моисея. Хотя это было немного раньше, чем манна. Но мы можем сказать, что манна Господа была в виде ободрения и вклада, и увещевания того, что говорил того, той пищи, того обращения Господа Иисуса Христа. То есть Господа к нему, извините. Итак, как он к нему обратился? Итак, первое, что он сказал или воспротивился. Вы помните, он сказал, да кто меня будет слушать? Ну, проще говоря. Как я пойду? Не послушают меня, первый страх. Не поверят мне и не послушают меня. Часто может встречаться с нами. Вот я иду в церковь, призванную евангелизированной. Не послушают меня и не поверят мне. Да кто я такой, чтобы говорить? Да, и что Господь ему ответил? Он сказал ему. Я дам тебе кинь жезл. Он преобразится в змея. И дальше он говорил ему о руке. Сказал о руке, которая сначала оборачивалась или была болезнь, оборачивалась или преображалась в болезнь проказа. Да, проказа. А затем снова он ее засовывал себе внутрь и она преображалась. И это говорит нам о чудесах преображения людей. Что когда мы будем идти и говорить и перешагнем через линию, так сказать, нашего неверия или нашего, может быть, непослушания, мы увидим преображение людей. И первым примером являемся, конечно же, мы. Сколько у нас было таких доводов? Сколько у нас было таких аргументов Господу? Сколько раз мы не хотели приходить к Господу Иисусу Христу перед тем, как пришли? И увидели это преображение, которое наступило под воздействием рождения свыше и дальше это преображение продолжается ежедневным обновлением его ума, нашего внутреннего человека. Итак, три знамения. И затем третье знамение, это знамение крови, когда он ему сказал, возьми воду, вылей ее на землю, которая превратится в кровь. Это свидетельствует, как происходит это преображение, которое произошло с нами, посредством его жертвы на кресте Голгофе. Далее у него были аргументы страха неспособности говорить. Возможно, он был косноязычен, и это может говорить как о его неспособности заикания, но также неспособности говорить складно из-за того, что он годами проводил время не с евреями, не со своим народом. То есть, когда он был в Египте, он где был? Он был в доме фараона, и, следовательно, говорил не на языке евреев. И таким образом, у него мог быть страх, что он не мог говорить внятно, ясно. И у него было такое чувство, да как я буду с ними говорить? Это, возможно, было из-за этого. И далее он также 40 лет провел где? В Мадиан, в земле Мадианской. То есть, в земле своего тестя, в земле своего тестя. И там он тоже не говорил на языке. Когда мы не говорим на определенном, не упражняемся, так сказать, не говорим языком благодати или что-то, не говорим то, что говорит Господь Иисус Христос, у нас может быть послабление способности. Но давайте перейдем сначала к физической неспособности, которую переживал Моисей. Итак, 40 лет он находился в доме фараона, и потом 40 лет в земле Мадианской. И, исходя из этого, он не мог говорить складно на своем языке. У него был также страх, возможно, был страх того, что люди его не послушают, потому что он не сможет говорить, не сможет, так сказать, привлечь людей. А Господь ему, Христос, сказал следующее. Я научу тебя. Здорово, да? Что мы можем полностью положиться на Господа Иисуса Христа. Он научит нас. И где это обучение происходит? В теле Иисуса Христа, под руководством Слова, под руководством пастора-учителя. Приходи и учись. У нас может быть куча доводов. Я не могу, я то не сделаю, у меня не получится, никто не поверит, никто не услышит. Стоит мне начать приходить, где Господь обучает нас в теле Иисуса Христа. И что будет происходить? Будет происходить то, что я буду видеть чудеса преображения. Чудеса преображения, во-первых, в своей практической жизни, а также чудеса преображения новых людей, которые перешли из смерти в жизнь и пережили это преображение тем, что приняли Иисуса Христа, Господа, в свое сердце. Мы под обеспечением Господа Иисуса Христа начнем идти туда, куда бы, находясь в естественном человеке, находясь в водане, не пошли бы. Мы начнем идти туда, куда бы и он, и не пошел бы, да, в определенном смысле. Мы начнем ходить в Ниневьем. Мы начнем говорить тем людям, которые, возможно, нам не нравятся. Начнем проецировать любовь тем людям, которым бы я не захотел идти. Точно так же, как и он пошел под влиянием, под обеспечением Господа Иисуса Христа благовествовать и говорить о милости Божьей, в конце концов, врагам евреев. И это все происходит, слава Богу, тем, что Господь Иисус Христос с нами. Он с нами. Мы идем не одни. Господи, я не умею. Господь говорит, я научу Тебя, пребывая в теле Иисуса Христа. Не удаляйся от тела Иисуса Христа. Меня не послушают, мне не поверят. Увидишь чудеса преображения, которые я буду творить через тело Иисуса Христа. Аминь. Это все на сегодня. Благословит вас Бог. Так на сегодня. Продолжение следует... Продолжение следует...